Добрый день. Меня зовут Викентия Ольга Леонидовна. Я академический руководитель образовательной программы, программной инженерии Пермского кампуса Высшей школы экономики. Давайте сначала проверим связь. Если вы меня слышите, то, пожалуйста, поставьте плюсики в чате. Так. Слышите меня? Поставьте, пожалуйста, плюсики, если вы меня слышите. Очень хорошо. Тогда я расскажу вам про две образовательные программы, которые реализуются в Пермском кампусе, а не в Ше. Это образовательная программа, программная инженерия и бизнес-информатика. Значит, сначала давайте немножечко поговорим про Пермский кампус. Он характеризуется тем, что мы набираем одних из самых сильных абитуриентов в стране. Мы уже в течение длительного времени являемся лидерами по качеству набора. И в том числе лидерами являются две наши образовательные программы, связанные с информационными технологиями. Значит, кроме того, наши студенты имеют возможность активно участвовать в студенческой мобильности. Они могут уезжать учиться на один семестр, на два семестра, в другие кампусы высшей школы экономики и могут уезжать учиться в зарубежный университет. В нашем кампусе существует очень удобное общежитие для иногородних студентов и, что, в общем-то, немаловажно, они все находятся недалеко от корпусов, в которых проходит обучение. Все корпуса у нас находятся в пешей доступности, то есть они расположены рядом друг с другом и, в общем-то, чтобы дойти из одного корпуса в другой, в другой потребуется порядка десяти минут. Чтобы добраться из общежития до этих корпусов, потребуется 15 минут. В кампусе, то есть в высшей школе экономики есть военная кафедра, в том числе и в нашем кампусе у нас студенты тоже имеют возможность обучаться на военной кафедре. И у нас есть много стипендиальных программ, в том числе это программы, которые реализуют правительство Пермского края, в том числе есть отдельная стипендиальная программа для студентов, которые обучаются на программах, связанных с информационными технологиями. В Пермском кампусе есть несколько программ. Значит, сегодня мы с вами поговорим о программах, которые реализуют, которые связаны с информационными технологиями. Это две программы – бизнес-информатика и программная инженерия. Но для начала еще буквально пару слов я скажу про то, что Национальный исследовательский университет высшая школа экономики – это единый университет, это распределенный университет, то есть мы не являемся, например, филиалом, мы являемся единым распределенным университетом. И все четыре кампуса – Московский, Санкт-Петербургский, Перский, Нижегородский – они все работают по единым правилам и по единым программам. Высшая школа экономики входит в топ-10 ведущих вузов страны, входит в топ-3 российских вузов по качеству приема, по уровню зарплат выпускников и входит в международные рейтинги различные, то есть она опять же попадает в топ-10 среди российских вузов. Теперь давайте немножечко поговорим про наши две программы и начну я с программной инженерии. Значит, сегодня в мире более 18,5 миллионов программистов или IT-специалистов, которые связаны в той или иной степени с программированием. Примерно треть из них проживает в Северной и Южной Америке, треть в Европе, России, на Ближнем Востоке и в Африке, треть в Азиатском и Тихоокеанском регионах. Но при этом все равно программистов не хватает, и в Европе, например, наблюдается двухкратная нехватка IT-специалистов, в России четырехкратная. Профессия IT-специалиста входит в тройку наиболее востребованных и высоко оплачиваемых на рынке труда в настоящее время, и эта тенденция будет продолжаться еще в ближайшие 10-15 лет. Но понятно, что, в общем-то, деньги их не платят просто так, и работа IT-специалистов, она сложная, связана с разработкой сложных программных систем, и современные программисты, они должны владеть современными методами, средствами и технологиями промышленной разработки программных продуктов различного направления, и они должны быть способны управлять инженерной деятельностью и процессами жизненного цикла программных систем. Соответственно, от всему этому мы и обучаем на нашей программе, причем программа соответствует международным рекомендациям по преподаванию программной инженерии в высших учебных заведениях и охватывает все аспекты производства программного обеспечения. Современная разработка программного обеспечения не является деятельностью одного человека. Она выполняется коллективно, причем каждый член команды может выполнять определенные функции, и не всегда это будет связано непосредственно с программированием. При разработке сложной программной системы требуется не просто написать программный код, но и разработать требования к программной системе, спроектировать ее, запрограммировать, выполнить тестирование и развертывание. При этом необходимо уложиться в заданные временные и бюджетные ресурсы, а также организовать работу коллектива разработчиков. Вот всему этому мы и обучаем в рамках нашей образовательной программы. На этом слайде представлены дисциплины, которые изучаются в течение всего времени обучения на нашей программе. То есть часть программ связана с математикой, с программированием, то есть это то, что составляет основу информационных технологий, и эти дисциплины изучаются в основном на первом-втором курсе. На третьем курсе появляются дисциплины, связанные с процессами разработки, то есть это и анализ требований, и проектирование, тестирование, управление программными проектами. И, кроме того, у нас есть еще ряд дисциплин, которые называются дисциплинами по выбору. Они связаны уже с определенными технологиями разработки, и на старших курсах, на третьем и четвертом курсе, студенты имеют возможность уже выбрать какие-то дисциплины, связанные с теми направлениями, которые в большей степени их будут привлекать. То есть это различные дисциплины, связанные с искусственным интеллектом, с современными языками и технологиями программирования. Можно выбирать дисциплины, связанные с разработкой приложений различного типа, веб-программирование, мобильные приложения и так далее. Программная инженерия является проектно-ориентированной программой, практико-ориентированной программой, и наши студенты выполняют много работ, связанных с проектами. То есть на каждом курсе у них есть курсовые работы, причем курсовая работа, они не привязаны к конкретной дисциплине, и они являются междисциплинарными. На каждом курсе есть практики. Значит, на первом курсе это учебная практика, на втором технологическая, на третьем производственная, на четвертом три диплома. На четвертом курсе есть командный проект по программной инженерии, то есть ребята у нас объединяются команды по нескольку человек, от четырех до девяти, и такой командой пытаются решить какую-то задачу, либо эту задачу им ставит какая-то компания города Перми, либо эта задача выполняется в рамках каких-то научных исследований, которые ведутся на кафедре информационных технологий в бизнесе нашего кампуса. Кроме того, есть различные факультативы и мастер-классы. Например, сейчас у нас проводится факультатив по программированию на языке Java, и также проводится факультатив по олимпиадному программированию для тех ребят, которые планируют участвовать в олимпиадном движении по программированию. Кроме того, наши студенты имеют возможность заниматься научно-исследовательской деятельностью, принимают участие в различных конкурсах. Например, на кафедре информационных технологий в бизнесе работает научно-исследовательская группа по киберфизическим системам, то есть это системы, в которых используются технологии интернета вещей. Значит, есть научно-учебная группа по разработке программного обеспечения для проведения корпусных исследований английского языка. Эта группа создана совместно с Департаментом иностранных языков, и наши студенты принимают активное участие в работе этой научно-учебной группы. Они ежегодно участвуют в конференции по информационным технологиям, участвуют в олимпиадах по программированию, то есть вот сейчас наши студенты, две команды, выиграли четвертьфинал в Екатеринбурге, и в декабре они поедут на полуфинал чемпионата мира в Санкт-Петербург. Также они принимают активное участие в различных конкурсах, в различных хакатонах, участвуют в олимпиаде высшая опроба. Значит, какими преимуществами обладает наша программа? То есть, во-первых, это высокий уровень подготовки. То есть, я уже сказала, что в основе программы лежат мировые стандарты, то есть это на самом деле так, то есть при подготовке учебного плана были взяты рекомендации по преподаванию программной инженерии и информатики ведущих мировых университетов. Студенты Пермского кампуса учатся по тому же самому учебному плану, что и студенты Московской мышки. В Высшей школе экономики созданы хорошие материально-технические условия для подготовки студентов в области информационных технологий. Наши компьютерные классы оснащены современным аппаратным и программным обеспечением, которые необходимы студентам для изучения всех современных технологий. Значит, кроме того, мы взаимодействуем с ведущими компаниями, IT-компаниями города Перми, и наши коллеги из IT-компаний принимают участие в образовательном процессе, читают лекции, проводят мастер-классы, принимают участие в защите курсовых работ, и это все позволяет выполнять реальные проекты во время образовательного процесса и при выполнении учебно-технологической и производственной практики. Большое внимание у нас уделяется изучению английского языка, то есть несмотря на то, что наши студенты – это единственная образовательная программа для поступления, на которую не требуется сдавать ЕГЭ по иностранному языку, но мы уделяем внимание очень большое изучению английского языка, потому что английский язык для IT-специалистов – это то же самое, что латынь для медик. И в результате наши студенты могут работать в международных программах, то есть речь может идти о хакатонах, о соревнованиях по программированию, о работе и во время учебы, и о тарьере после выпуска. Значит, где работают программные инженеры? Работают они практически во всех крупных компаниях города Перми. Они могут работать и в Яндексе, и в IBS, и в IBS, и в BK-софте, в DIA-софте и так далее. Работают в развивающихся небольших IT-компаниях, таких как Real-Time Board, Xolo, Parma Technologies Group, и они могут работать в крупных компаниях, которые работают в других отраслях, но имеют развитые отделы, связанные с информационными технологиями, такие как Air Telecom Holding и банки, такие как Сбербанк, Банк Уралов Дэй и так далее. Значит, кем они могут работать? Работать они могут на всех этапах жизненного цикла программного обеспечения, то есть они могут работать и бизнес-аналитиками, и архитекторами программного обеспечения, и веб-программистами, и разработчиками различных приложений и мобильных, и корпоративных, тестировщиками, а также они могут работать менеджерами IT-проектов. Вот, собственно говоря, это основная информация, связанная с образовательной программой, с содержанием образовательной программы, программной инженерии. Значит, теперь давайте поговорим о бизнес-информации. Информационные технологии – это наиболее динамичный сегмент экономики, и это приводит постоянно к появлению новых профессий, связанных с информационными технологиями. И если недавно основной профессией являлась профессия программиста, то в настоящее время информационные технологии меняют принципы ведения и управления с бизнесом, меняют принципы сбора анализа информации, и бизнес используют информационные технологии для того, чтобы повысить свою эффективность. Поэтому существует потребность в кадрах, которые способны обеспечить решение проблем бизнеса при помощи информационных технологий. Соответственно, бизнес-информатика как раз и направлена на подготовку специалистов в области информационных технологий и управления бизнесом. Она является междисциплинарным направлением подготовки и сочетает в себе дисциплины, связанные с экономикой, информатикой и менеджментом. В НИОВШЕР реализуется профиль образовательной программы информационной системы в бизнесе. И по завершению обучения выпускники получают компетенции, которые позволяют им проводить анализ и оценку применения информационных систем и информационных технологий для управления бизнесом, проводить обследование деятельности компаний и выявлять бизнес-процессы как объекты автоматизации, а также проектировать и внедрять сложные информационные системы. В учебном плане учтена междисциплинарность подготовки бакалавра бизнес-информатики. Учебный план включает в себя и менеджериальные дисциплины, это менеджмент ВКТ, теория организации, управление IT-проектами, включает IT-дисциплины, это программирование, управление данными, информационные процессы систем и сети, моделирование процессов и систем, интеллектуальные системы, веб-программирование, введение в машинное обучение. И также для бизнес-информатика очень важными являются такие дисциплины, как анализ и моделирование бизнес-процессов и архитектура предприятия, которые как раз и позволяют им проектировать сложные информационные системы, которые работают, которые автоматизируют не отдельные бизнес-процессы, а автоматизируют все предприятие в целом. Точно так же, как и программная инженерия, бизнес-информатика является практикоориентированной программой. Точно так же есть междисциплинарные курсовые работы. На каждом курсе имеются практики, то есть первый и второй курсы – это учебная практика, третий курс – производственная, четвертый курс – преддипломная практика. Точно так же студенты участвуют в выполнении проектов. Выполнение проектов осуществляется командами по 4-5 человек и заказчиками выступают IT-компании города Перми и сотрудники Пермского кампуса. Имеются факультативы, то есть факультативы они могут посещать все те же самые, что и программные инженеры. И имеются мастер-классы представителей различных компаний города Перми. Точно так же, как программные инженеры в бизнес-информатике участвуют в научно-исследовательской деятельности, уже в течение 7 лет у нас проводится осенняя студенческая школа по бизнес-информатике. Проводится она совместно с кафедрой цифровой инфраструктуры и управлением информационными системами московского кампуса Нювши. Точно так же студенты участвуют в работе группы по киберфизическим системам, участвуют в МУК по разработке программного обеспечения для департамента иностранных языков, участвуют в конференции по информационным технологиям, в Олимпиадах по программированию, в Хакатонах и в Олимпиаде Высшая Проба. Значит, преимущества программы. Преимуществом программы относятся использование учебных центров и технологических площадок работодателей, проектная деятельность как обязательный элемент. И то же самое, что я говорила про английский язык в рамках образовательной программы, программной инженерии, то же самое можно сказать и здесь. Большое внимание уделяется изучению английского языка. И мы готовим выпускников, которые способны работать в англоязычной профессиональной среде. И очень многие из выпускников бизнес-информатики, они сейчас работают не только в России, но и за рубежом. Очень много ребят уехало в Германию. Они там и работают, они там заканчивали магистратуру. И вот английский язык как раз очень сильно им в этом помогает. Компании, в которых работают в бизнес-информатике, это те же самые компании, IT-компании Пермского края, в которых работают и программные инженеры. То есть это и крупные компании, и развивающиеся, и компании, которые работают в других отраслях. Значит, кем могут работать в бизнес-информатике? Значит, они могут работать бизнес-аналитиками, системными аналитиками, IT-менеджерами. Некоторые работают программистами, и работают они менеджерами IT-проектов. Значит, возникает очень часто вопрос, чем же отличаются бизнес-информатики от программных инженеров? Современные информационные системы являются очень сложными системами, и такую систему ее можно представить в виде такой многослойной системы. В самом низу этой многослойной системы находится аппаратное обеспечение. То есть это компьютеры, это сетевая аппаратура. Для того, чтобы эта аппаратура работала, необходимо, чтобы были написаны программы, которые этим аппаратным обеспечением управляют. Вот это область деятельности программных инженеров. То есть именно программные инженеры, они организуют интерфейс между аппаратным и программным обеспечением. Но это программное обеспечение, оно тоже не работает само по себе. Оно работает в рамках какой-то информационной системы. Потому что именно информационная система, в которой люди принимают участие, оно, именно вот эти информационные системы, они и организуют обработку данных в интересах каких-то групп людей. И вот интерфейсом между программным обеспечением и информационной системой могут заниматься и программные инженеры, и бизнес-информатики. Но и опять же, информационная система, она тоже не существует независимо от окружения. То есть окружением как раз является тот бизнес, для решения проблем которого и разрабатываются информационные системы. И вот этот интерфейс между бизнесом и информационной системой, вот его реализуют бизнес-информатики. Но на самом деле, вот эта грань между программным инженерием и бизнес-информатикой, она достаточно тонкая, и в зависимости от интересов у нас студенты, которые закончили программную инженерию, они в дальнейшем могут работать аналитиками, а бизнес-информатики могут работать программистами. То есть возможности реализовать себя в зависимости от своих интересов существуют в рамках обоих направлений. Значит, ну и теперь давайте поговорим уже о том, как формируется конкурсный балл при поступлении на нашу специальность. Значит, на оба направления сдается 3 ЕГЭ, плюс еще добавляются баллы за индивидуальные достижения. На программную инженерию сдается ЕГЭ по русскому языку, математике и информатике, то есть максимум можно набрать 100 баллов. По бизнес-информатике сдается русский язык, математика и иностранный язык, максимум тоже можно набрать 300 баллов. Кроме того, можно получить дополнительные баллы за итоговое сочинение и достижения в спорте, науке и искусстве, то есть еще дополнительно можно получить максимум 10 баллов, и того максимально можно получить 310 баллов. В прошлом году, в 2019 году, на программу программной инженерии проходной балл был 267 баллов из 310. Всего было 30 бюджетных мест, на них было подано 216 заявлений, и конкурс составил 7,2 человека на место. На программу бизнес-информатика проходной балл составил 259 из 310, конкурс был практически 8 человек на место, было 35 бюджетных мест и 278 заявлений. В рамках приемной кампании следующего года на программу программной инженерии будут сдаваться опять те же самые 3 экзамена. Это математика, информатика, русский язык, минимальные баллы представлены на слайде, бюджетных мест в следующем году будет 40, на 10 мест больше, чем в предыдущих, и плюс еще 30 платных мест. На программу бизнес-информатика сдаются тоже 3 экзамена, те же самые, математика, иностранный язык, русский язык, бюджетных мест 40, на 5 больше, чем в предыдущем году, и 30 будет коммерческих мест. То есть и на программной инженерии и на бизнес-информатике будет по 30 платных мест плюс 3 места для иностранцев. Стоимость обучения на программной инженерии составляет 160 тысяч рублей в год, на бизнес-информатике 170 тысяч рублей в год. Но в высшей школе экономики существуют большие скидки и на первый год обучения, и практически все абитуриенты, которые поступают на платные места, в 2019 году получили скидки порядка 25, 50 и 70 процентов. 64 процента абитуриентов получили максимальный скидки. То есть это 70 процентов. Ну, собственно говоря, это в основном вся информация. И есть еще вот такая предварительная информация о том, что лучшие абитуриенты, неувшие первые из городов с населением до 500 человек получат еще дополнительную стипендию 20 тысяч рублей. Это связано с тем, что ребята из других городов, они нуждаются в том, что им нужно покупать билеты, чтобы добраться до места учебы, и чтобы съездить домой. И вот есть такое предложение дать им вот эту дополнительную стипендию. Значит, условия выделения такой специальной стипендии, они прописаны на слайде, то есть нужно получить средний балл по ЭГЭ не менее 85 баллов. И это будет действовать для абитуриентов из городов с населением до 500 тысяч человек из Приволжского, Уральского, Сибирского и Южного федерального округа. Значит, это вот такие планы на будущее. То есть окончательно этот проект еще не одобрен, но, скорее всего, он будет одобрен. И будет еще и вот такая стипендия. Значит, подробнее о поступлении вы можете познакомиться с информацией на нашем сайте. Ссылки приведены вот на этом слайде. Ну вот, пожалуй, это все, что я планировала сегодня рассказать. Если хотите задать мне вопросы, то, пожалуйста, я готова ответить на ваши вопросы. Спасибо. 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 Продолжение следует... Если вопросов нет, то тогда мы заканчиваем наш сеанс связи. Большое спасибо, что вы меня выслушали. Ну и надеюсь, что вы будете потом в числе абитуриентов наших программ.